СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Решающий матч последнего тура чемпионата «Южане» провели в Большом против «Лады» Константин Перминов с подробностями встречи. Именно этот матч, без сомнения, пока главный в сезоне, пока главный в истории, именно от этой встречи зависит, сможет ли дебютант КХЛ выйти в плей-офф и смогут ли специалисты переименовать выступление команды из «Очень удачного» в «Сенсационное». И вот так в первом периоде на все вопросы «Южане» отвечают. Быстрая контратака 3 в 2, Анисин и счастливый в ассистентах, автор гола Макс Вярн. 1-0 и ток стартовой 20-ти минутки. Мы всегда верили, что мы сможем попасть в плей-офф. И сегодня у нас был последний шанс. То есть все зависело от нас. И здесь мы понимали, что ребята должны собраться на последний бой. Но для последнего боя одной шайбы, конечно же, маловато. Второй период под стать первому «Сочи». Давит, «Лада» отбивается. Забегая вперед, скажем, что в итоге хозяева почти в три раза чаще бросали в створ ворот. Выиграли намного больше вбрасываний. Гости опередили «Южан» по единственному компоненту. Количество штрафных минут именно численное большинство и стало причиной второй шайбы. Тольятинец, Стрельцов на вынужденном отдыхе. Сочинец, Костицын после передачи Щитова мощно бросает в ближний угол ворот 2-0. Третий гол забит уже в равных составах. В третьем периоде вновь в ассистентах Щитов. На сей раз капитан пасует на счастливого. Это пятая минута третьего периода и всем уже понятно. При такой игре «Сочи» не уступит. То есть «Сочи» в плей-офф. Единственное, что удается «Ладе» – забить однажды 3-1 победа. Хочу вас с тобой поздравить с хорошей игрой, с победой, с выходом в плей-офф. Пожелать вам хороших дальнейших успехов. Ну а нам немножко потренироваться, подготовиться и увидимся снова в следующем сезоне. К этому самому следующему сезону «Лада» может начинать готовиться хоть сейчас. Клуб «Истоляти» по итогам регулярки не попал в плей-офф. «Сочи» сотворил сенсацию. Первую. Вторая тоже может быть, но в четверть финале соперник ЦСКА. Конечно, ничего у «Леопардов» не получится, считают специалисты. Однако вспомним начало сезона, когда они же в один голос утверждали. «Сочи» – аутсайдер конференции. Те прогнозы не сбылись. Почему бы и этим не остаться лишь прогнозами? Константин Перминов, «Кубань-24», «Сочи». Ну, как сказал Константин в сюжете, первый раунд проводим с ЦСКА. Давайте взглянем, когда «Сочи» начинает. А начинает уже в эту пятницу, 27-28 февраля, «Южане» в Москве проведут две встречи. А с приходом весны вернутся на родной лед. В «Большом» 2-3 марта играем с армейцами. Ну, давайте посмотрим еще на одну таблицу, которую мы для вас приготовили. Это статистика очных противостояний команд. Четыре раза сочинцы с москвичами в сезоне встречались, четырежды терпели поражение. Однажды в серии буллитов. Разгромными были матчи в октябре. В двух играх Сочи сразу 12 шайб пропустил. А вот в недавней февральской игре леопарды чувствовали себя уже увереннее, довели встречу до буллитов, но все же победу не одержали. Что ж, пока цифры статистики не в нашу пользу, сможет ли сотворить еще одну сенсацию Сочи, узнаем совсем скоро. Ну, а еще раньше узнаем, сможет ли футбольная Кубань пробиться в полуфинал Кубка России. Уже в понедельник, 2 марта, желто-зеленые в 1-4 финала турнира сразятся с Мордовией. К матчу наша команда готовится в Краснодаре. Сегодня она провела открытую для болельщиков и СМИ тренировку. В общей группе занимались все игроки из основной обоймы, в том числе новички Гуалмейда, Сергей Ткачев и Станислав Манолев. С последним контракт еще не подписан, однако это дело практически решенное. Болгарин, скорее всего, во встрече с Мордовией появиться на поле сможет. Если говорить о настроении всего коллектива, то настрой, конечно же, боевой. У нас настрой очень хорошо только для победы. Мы знаем, что эта игра очень важна для нам, для команды. И мое ожидание только победы. Мы провели очень хороший подготовительный сбор в Турцию. Очень большой объем работы сделали, который, я думаю, нам будет помогать в чемпионате. Ну а в чемпионате России свой первый матч желто-зеленые проведут 9 марта. Соперник тот же Мордовия, а встреча пройдет также в краевой столице. А вот новички Кубани, которых мы только что видели на кадрах, с местной публикой познакомиться успели еще до открытой тренировки. Знакомство было официальным. Как все прошло, расскажет Евгений Резник. Угу Алмейда и Сергей Ткачев впервые предстали перед краснодарской публикой. Праздничное мероприятие собрало несколько сотен человек. Компанию дебютантам составили Антон Соснин и Мохаммед Рабио, недавно вернувшиеся с Кубка Африки. Началось все с конкурсов. Вопросы для болельщиков касались в основном двух новобранцев. Отвечали фанаты не всегда правильно, зато в любви к клубу упрекнуть собравшихся было невозможно. Болельщики смогли сфотографироваться с новичками и получить автографы. Спасибо, с улыбкой, друзья мои, с вопросом, а можно ли мне? Такой вот, например, первый раз в жизни, поэтому, естественно, запомнился на всю жизнь очень приятно. Очень супер все, здорово вообще, спасибо всем, кто пришел. Фанаты фотографировались, делали селфи и желали удачи в новом сезоне. В отличие от Ткачева, для португальского форварда такое внимание не в новинку. Очень хорошая команда, очень хорошие ребята. Я думаю, вместе мы сможем достичь наших целей. Условия, которые были предоставлены мне, большое доверие, плюс опыт и тренер – это главные мотивы перехода в этот клуб. Помимо двух звездных новичков, Кубань в ближайшие дни оформит отношения с уже выступавшим за кубанский клуб Станиславом Манолевым, а также с тремя футболистами скорее на перспективу – Глушковым, Шалаевым и Погасяном. Евгений Резник, Олег Черепок, Кубань-24, Краснодар. Кубанская копиметательница Мария Абакумова завоевала первую медаль после возвращения в большой спор. Прервая эти выступления, пришлось из-за рождения детей у Марии две дочки. Тренироваться, кстати, Абакумова осталась сразу же после того, как родила. И вот на дебютном официальном старте в Адлере получила награду. Спортсменка стала второй на чемпионате страны по длинным метаням. Результат – 60 метров и 13 сантиметров. До личного рекорда, который составляет 71 метр 99 сантиметров, Марии пока далеко. Но еще раз повторюсь, это российское первенство было для нее первым после выхода из декретного отпуска. На очереди наша традиционная рубрика «Герой недели эти дни» с нами проводит восьмикратный чемпион мира. По смешанным единоборствам Федор Емельяненко. Последний император вчера рассказывал о том, как пришел в спорт. Сегодня оповедает историю, благодаря кому и чему стал успешным бойцом. Минутка мотивации от Емельяненко для тех, кто живет спортом. Минутка мотивации от Емельяненко для тех, кто живет спорта. Не хорошо, наверное, про себя так говорить, но... Скажем, я много тренировался, много работал над собой. И слова тренера, которые... Я внимательно слушал тренера всегда. А Владимир Михайлович говорил, что представь, что мальчик такой же, как ты, где-нибудь в Красноярске, в Краснодаре, в Нальчике, в Майкопе, еще где-то тренируется. То есть ты закончил уже свою тренировку, а он, помимо этого, еще 10 раз на канал залез. А в неделю это уже выходит порядка 50-60 раз. У вас разница в год, это уже... То есть он будет гораздо сильнее, чем ты. Поэтому я старался тренироваться больше всех. Зачастую приходил за тренировку до своей тренировки и оставался еще после своей тренировки дополнительно занимался. То есть, конечно, это внимательное впитывание той информации, которую тебе дают тренера, в какой-то степени фильтрация. И все самое лучшее принимать, делать выводы и идти к своему успеху. Великий Федор призывает нас трудиться, трудиться, еще раз трудиться. А что ж, с Великим не поспоришь. Сейчас с вами попрощаюсь и продолжу работать только уже за кадром. Следите за новостями спорта вместе с нами. Хорошего вечера. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!